Новый Mercedes C-класса. Не полностью электрический, но настолько электрический, насколько это возможно. Правда ли, что у подключаемого гибрида этой модели один из самых продолжительных электрических пробегов? Скоро узнаем. Для начала, краткий обзор экстерьера. Комплектация Avant-Guard предполагает вертикальные плавники и спортивный дизайн. Синий цвет Thomas Blue, представленный здесь сегодня, очень красивый. Увеличение длины колесной базы позволило увеличить пространство сзади. Сегодня здесь нет больших колес, это 18-дюймовые, но доступны более крупные. Это классический седан, дополненный хромированными акцентами. Особенностью является новая система подруливающей задней оси. Однако у подключаемого гибрида нет этой функции. Подвеска стандартная, адаптивная или спортивная? Я бы посоветовал выбрать адаптивную. Пневматическая подвеска больше не предлагается в полном объеме. Вы автоматически получаете ее при покупке модели с подключаемым гибридом, в любом кузове. Благодаря этому можно сохранять уровень задней подвески, несмотря на дополнительный вес батареи. Очень интересно. Совершенно новые горизонтальные задние фонари. Здесь они разделены. Стоит отметить, что в модели с подключаемым гибридом багажник выглядит иначе. Здесь все забито до отказа. Порога, как в предыдущем поколении, практически нет. Это сказывается на высоте. Тележка на колесиках вертикально сюда не влезает. Кроме того, с таким рюкзаком багажник невозможно закрыть. Здесь тоже очень тесно. Поэтому приходится идти на компромисс с багажником. Это недостаток модели с подключаемым гибридом. Однако это единственный компромисс. Как обычно, пришло время закрывать дверь. Звучит очень солидно. В отношении салона это маленький S-класс. Таким образом, здесь есть множество люксовых функций, а расположение экрана аналогичное S-классу. В центре находится экран большого размера. Имеется экран меньшего размера с более удобными, стандартными ручками управления климатом. В нашем случае все регулируется на экране. Обожаю эти вентиляционные отверстия. Они подсвечиваются, и мне нравится играть с ними. Приятные щелчки, и это отвлекает во время вождения, потому что они так приятно звучат. Атмосфера матового дерева. Сидения можно приобрести с обшивкой артика, полностью из кожзаменителя разных цветов или обшивкой динамика из микрофибры в линейке AMG. Значит, сидения без использования натуральной кожи также доступны. В целом, в дизайне нет ничего лишнего. Пользовательский интерфейс. Новые емкостные кнопки на рулевом колесе. Пользоваться экраном в этом новом поколении ничуть не легче. В модели с подключаемым гибридом не приходится идти на компромисс в плане задних сидений, а места для ног здесь явно больше, чем в предшественнике. Это большой шаг вперед. На самом деле здесь довольно уютно. Для четырехрослых взрослых это очень даже неплохо. Для зарядки теперь используют стандартное зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт. Зарядка меньшей мощности теперь больше недоступна. Затем, в качестве опции, зарядное устройство постоянного тока мощностью 55 кВт. Очень интересно и необычно для подключаемых гибридов. Что касается батареи, ее емкость 25,4 кВт часа. Запаса хода этой модели должно хватить всем. Официальный запас хода составляет 100 километров или 60 миль на чистом электричестве. Что звучит реалистично. Мы проверим это на нашем обширном маршруте. В C-классе установлен двухлитровый четырехцилиндровый двигатель. При этом нет разницы, бензиновый или дизельный. Даже в линейке AMG с этим придется смириться. Подключаемые гибриды имеют двухлитровый четырехцилиндровый двигатель и доступны как в бензиновой, так и в дизельной версии. Очень интересно. Навигатор слева. Но также можно выбрать классический или спортивный вид. Это тоже очень интересно. Цифровые приборы. В правой части вертикально расположенная информационно-развлекательная система. Как я уже говорил, есть экран меньшего размера и отдельные ручки управления климатом. Здесь они расположены на экране. Это только мое мнение, но здесь все слишком усложненно. Навигатор кажется довольно приятным. К системе увеличения и перемещения по экрану придется привыкнуть. Все расположено на экране, и нет полноценной обратной связи. Это может показаться немного сложным, но к этому нужно привыкнуть. В нижней части находится регулятор громкости. По сути, это одна кнопка, дизайн которой также довольно сомнительный. Она выглядит довольно приятно. Исходя из моих ощущений, я бы сказал, она не такая уж и приятная. Декоративные элементы слева и справа действительно классные. Снова эти вентиляционные отверстия. Несомненно, это изюминка дизайна. Давайте начнем поездку на подключаемом гибриде. Он настолько электрический, насколько это возможно для С-класса на данный момент. Нам нужно проехать около 100 километров или 60 миль. Это идеальная ситуация. Мы проедем через город, шоссе и по загородной трассе. У нас есть хороший реалистичный набор, на основе которого мы можем сказать, достигнем ли мы обещанных 100 километров или 60 миль чисто электрического диапазона. Меньше, или даже больше. Самое интересное, конечно, то, что вы начинаете движение на электротяге, даже если в данный момент находитесь в обычном гибридном режиме. Таким образом, пока вы едете медленно по городу и не давите на педаль слишком сильно, вы останетесь в этом электрическом режиме. И если забыть о наличии двигателя внутреннего сгорания, то можно легко представить, что это полностью электрический С-класс. Нужно только немного воображения, но на самом деле все очень просто. Мы полностью разрядили батарею и проехали на электричестве практически 100 километров с нулевым расходом топлива. На 100 километров или 60 миль расход составил около 18 киловатт-часов.